Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео, друзья. Сегодня я вас научу, как подключить самую русскую сборку карт для мультиплеерного режима конвой. Ребята, этот гайд будет очень и очень детальным, очень и очень подробным, чтобы у вас, ну, просто вообще не возникало никаких вопросов. В этом гайде, ребята, я вам покажу, как распаковать архивы, если вдруг они побиты, карты по частям, например, такие, как Росмап, либо Великие Степи, он же Казахстан. И я вам покажу порядок, правильный порядок подключения этих карт, и вы должны его, ребята, соблюдать, чтобы просто он у вас у всех был одинаковый, чтобы мы могли с вами, вы, мои подписчики любимые, могли между собой без каких-либо проблем подключаться к конвоям. Да, могут быть исключения в виде того, что там кто-то так и другие подключит и так далее, но если говорить про карты, да, то именно вот такой порядок, ребятам, нужно соблюдать. Еще одно маленькое дополнение, почему именно карты нужно будет перекачать. Нужно, ребята, чтобы у вас версии архивов были одинаковые. И очень, ребята, попрошу вас внимательно к этому отнестись, после того, как вы все это скачаете, разархивируете, скопируете в папку мод игры Евротрак Симулятор 2, никогда больше не трогайте эти архивы, не переименовывайте их, не открывайте их, не вносите никаких изменений в эти архивы, иначе вы просто-напросто не сможете присоединиться к кому-то в лобби, у кого будет точно такая же сборка. Друзья, приятного вам просмотра, если что-то вы не поймете, остановитесь, отмотайте видос назад, пересмотрите еще раз, подумайте, и все у вас получится. Приятного просмотра, погнали! Итак, друзья, давайте начнем скачивать карты. Для этого в описании я оставлю ссылку на вот этот текстовый документ, чтобы вам просто-напросто было удобно. Скачайте его и положите куда-нибудь на всякий случай. Здесь собраны все официальные ссылки на все официальные группы, сайты и так далее, тех карт, которые мы сегодня с вами будем связывать. Всего, как видите, здесь у нас их 5 штук. Это Русмап, Великие Степи, он же Казахстан, Волгамап, Южный Регион и карта Сибири. Сюда, плюс ко всему, еще, конечно, можно, ребята, добавить промоц. Просто учтите то, что он у вас будет тогда первым, и в менеджере модов его тоже нужно будет ставить первым. Но в остальном, в принципе, в том же самом порядке, как указано здесь. Опять же, все это сделано для вашего удобства, друзья. Далее, ниже здесь я расписал порядок установки карт. Первым у нас идет Русмап и порядок именно файлов, в каком порядке они должны находиться. Далее у нас идет Казахстан, Великие Степи. Здесь, ну, опять же, порядок достаточно прост. Первым у нас идет Dev-файл, и потом у нас идут остальные, которые есть с этой картой. Волга-мап, то же самое, Южный Регион, все то же самое. Ну и самым последним файлом у нас идет карта Сибири. Сначала у нас ставится мап, потом Dev, по аналогии, кстати, с Русмапом, обратите внимание. И последним у нас идет архив с моделями. Еще раз повторюсь, ссылку на этот текстовик я оставлю либо в описании, либо в закрепленном комментарии. То есть проверяйте либо то, либо другое. Итак, ну, ребята, перед тем, как вы все это дело начнете скачивать, мой вам небольшой совет. Туда, куда у вас будут загружаться эти карты, также в том же самом порядке создайте эти пять папок. Здесь у меня, как мы видим, написано, допустим, Русмап 1, да, Великие Степи 2. И просто поставьте вот эти вот циферки здесь спереди, чтобы вам было удобно ориентироваться. Чтобы у вас карты не все скачались в одну, так скажем, папку, в общую кучу. И вы потом, а что делать? И как быть? Куда нажимать? Что делать? Как, куда? И вы просто-напросто запутаетесь. Не поленитесь, ребята, поработайте для себя, для вашего же удобства и для того, чтобы сберечь ваши же нервы. Просто создайте папки, скачивайте файлы и перекидывайте. Не нужно никуда торопиться, ребята. Самое главное в этом деле быть крайне-крайне внимательным. Итак, далее. Вы скачали все карты, как это сделал я, тоже раскидали их по папкам. Что же делать теперь? Некоторые карты, например, такие как Росмап, имеют вот такой вид. И вы такие заходите, блин, и что делать? И возникают вопросы, а как, а куда, а где, а что, а что вообще происходит-то, господи, простите, да? И у многих на этом возникают проблемы и жалуются люди, что не понимают, каким образом эту карту копировать. Все, ребята, достаточно просто. Для того, чтобы правильно и корректно разархивировать эту карту, вам понадобится архиватор 7-Zip. Ссылку на него я тоже оставлю в описании, если у вас он уже есть. Ну, в принципе, можете и пользоваться той версией, которая у вас есть. Как бы они все примерно, наверное, одинаковые. Далее. После того, как, повторюсь, вы все это дело скачали, кинули в одну папку отдельную. Мы видим здесь, в данном случае, 4 архива. В зависимости от карты, их может быть либо больше, либо меньше. Как правило, один первый архив, он всегда будет, ну, как бы, видным, он всегда будет определяться, с ним все будет хорошо. А остальные архивы, они, ну, просто файлы, какие-то безымянные файлы. Что же нужно делать? Далее. Мы щелкаем по первому архиву, который у нас определяется в WinRAR, типа якобы, да? Нажимаем по нему правой кнопкой мышки. Так как у меня, ребята, стоит Windows 11, и для тех ребят, у которых, соответственно, впоследствии тоже будет стоять 11 винда, не пугайтесь. Тут вы про 7-zip ничего не увидите, да и про WinRAR ровным счетом ничего не увидите. В Microsoft не дураки, они сделали прям отдельную вот такую штучку, показать дополнительные параметры. Мы сюда нажимаем, и открывается старое доброе менюшка, к которой мы все уже с вами привыкли. Далее. Здесь мы находим строчку 7-zip, то есть, если у вас 7-zip, конечно же, установлен. И здесь мы видим кучу-кучу-кучу-кучу строк. В нашем случае нас интересует только одна строка. Распаковать в Rosmap 242. Мы нажимаем, ребята, именно на эту строчку. И идет процесс распаковки. Создается отдельная папочка, как мы с вами видим. Все. Процесс распаковки закончен. Создается отдельная папочка. И здесь у нас появляются уже 4 архива, которые мы с вами можем перекинуть в папку Mods, Игры, Евротрак, Симулятор 2. Все, ребята, достаточно просто. И с остальными картами мы делаем то же самое. В нашем случае такую операцию нужно повторить с Rosmap, с Великими Степями, как мы видим. И все. Больше как бы здесь ничего у нас нет. Южный регион у нас просто зашит в один единый архив. Вы его открываете, распаковываете, и проблем у вас никаких нет. В общем, ребята, распаковываем все это добро. Закидываем туда же, где у вас лежат моды. И погнали в игру. Я вам покажу правильный порядок установки этих карт. Итак, друзья, настал очень и очень важный момент. Так как игра на данный момент, да и, наверное, впоследствии всегда будет чувствительна не только к одинаковым версиям файлов, к названиям этих самых файлов. Но она еще будет очень сильно чувствительна к правильному расположению модов. И, друзья, я вам не то что рекомендую, я вас обязую ставить эти карты именно в том порядке, который вы сейчас увидите на своих экранах. И как это поставил я, и как это рекомендуют сами авторы карт. Если вы какие-то еще хотите моды ставить без проблем, вы их можете закинуть, в принципе, под карты. Они будут работать без каких-либо проблем. То есть, ну, там уже по вашему согласованию с вашими друзьями. Я надеюсь, вы, ребята, разберетесь. Итак, первой, но в то же время она будет последней, просто так будет реально удобно. Пойдем от конца. Мы ставим карту Сибири. Сначала ставим модул файл, потом подключаем мап. Дальше у нас идет южный регион, друзья. Здесь у нас модуль 2 идет, модуль 1, и потом у нас идет деф. Над южным регионом мы подключаем Волгу. Соответственно, опять же, модуль и подключается у нас деф. Далее великие степи, то есть Казахстан, модуль 2, 1, деф, мэп. И далее у нас подключается Русмап. Модуль 2, модуль... просто модуль. Деф и мап. Все. Если, ребята, у вас еще какие-то здесь будут моды, ну, вот, например, автор карты Сибири, Валера, рекомендует ставить подложку. Пожалуйста, без проблем. Вы можете поставить ее наверх, чтобы она была поверх всех карт. И тогда у вас будет красивая подложка. Я, как бы, в принципе, играю без нее. Карта работает и без нее отлично. Поэтому, как бы, она особо не нужна. Если какие-то грузовики, звуки, ну, в общем-то, в принципе, любые другие моды, да, их можно ставить прямо под Сибири, там, по любому вашему желанию, по порядку. Но, опять же, своим друзьям показывайте, в каком порядке вы это поставили. С модами воркшоповскими слегка проще. Мы вчера эту историю проверили. То есть, вы, когда заходите в конвой, кто-то его, допустим, создал из ваших друзей, чисто из воркшоповских модов, вы в него заходите, и вам игра говорит, что неправильный порядок установки файлов. Вы нажимаете кнопку «Активировать все моды», вас перекидывает на главное меню, меню запуска, соответственно, игры. И там игра каким-то самим чудесным образом все это дело перемешивает, и вас сразу кидает в конвой. То есть, здесь в этом плане очень удобно, на самом деле, сделали с воркшопом. Но с локальными модами пока что есть такая, друзья, беда. В общем, все. Переходим в игру и смотрим, как это все дело выглядит в конвой, ребята. Ну, а далее, друзья, мы с вами, как обычно, попадаем в классический интерфейс уже меню, который за 10 лет, наверное, успел надоесть абсолютно всем. Видим нашу замечательную кнопочку «Конвой», нажимаем на нее, и ждем, ребята, классический процесс проверки модов. Еще раз повторюсь, я в обзоре бета-патча это тоже говорил, что каждый раз, когда вы будете подписываться на новый мод, либо будете добавлять его в папку «Mods», игра будет проверять эти моды. Делает она это для того, чтобы, собственно говоря, увидеть, что у вас и впоследствии у тех людей, которые будут к вашему конвою подключаться, одинаковые названия, одинаковый размер файлов, одинаковые, наверное, контрольные суммы, может быть, еще какие-то цифровые подписи. То есть, чтобы все было максимально хорошо, удобно, классно, здорово и круто. Дожидаетесь конца этого процесса, и, в общем-то, видим мы следующую картину. Ну, а далее, друзья, после проверки файлов, мы попадаем опять же в браузер конвоя. Для того, чтобы вы нашли своих друзей, вам, естественно, нужно зайти в расширенные фильтры и здесь поставить галочку напротив пункта «Сессия с модами» и нажать «Применить». Я заранее попросил двух своих подписчиков сделать лобби с точно такими же файлами. Они точно так же прошли по тем же самым ссылкам. Все это добро, соответственно, скачали и установили в том порядке, который я вам показывал. И что мы, ребята, видим? Зелененький значок, пожалуйста. То есть, все у нас совпадает, все установлено, все хорошо. Все версии одинаковые. Пожалуйста, второе лобби, точно такое же. И я могу присоединиться к абсолютно любому. Если значок красный, это значит то, что у нас либо какие-то файлы, как мы видим, отсутствуют, либо их вообще в принципе не найдено, либо они не установлены. Короче, к этому лобби очень проблематично будет подключиться. Если значок у нас оранжевый, то здесь, в принципе, какие-то моды можно поставить и тоже можно попытаться к ним присоединиться. Но все-таки вы, ребятки, все у меня умные. Я думаю, вы все будете играть на одинаковых модах и никаких проблем у вас не будет. Итак, просто тупо выбираем самое первое лобби и нажимаем присоединиться. И у нас, пожалуйста, все сработало, ребята. Мы совершенно спокойно присоединились. Давайте посмотрим на нашу, во-первых, карту. Мы находимся в Магнитогорске, ребята, в Сибири. Карта Сибири. Ну, Магнитогорск не в Сибири, но вы поняли. Здесь у нас, соответственно, и Юг России подключен, мы видим. И Русмап, и Волгомап у нас подключена. И Русмап у нас вот сюда, вот сюда, аж вот сюда пошел. То есть, ну, прям, ребята, это же все круто, здорово и классно. Давайте мы сейчас даже загрузимся на карту. Подождем этих всех загрузок. Блин, мне аж самому не верится, что все это работает. Реально, мне самому, ребята, не верится. Так, ну-ка. И где наш замечательный друг? Видимо, где-то он припарковался, спрятался. И я его просто-напросто не вижу. Но факт остается фактом, ребята, мы с вами, пожалуйста, вдвоем сидим в одном лобби. Мы можем выбирать грузы и без каких-либо проблем путешествовать по вот этой замечательнейшей, ребята, огромной территории. Да, пока очень много у нас еще идет ограничений. То есть, нам нужно соблюдать порядок. Я думаю, что все-таки сообщество игроков попросит эту всю историю поправить, чтобы не было прям таких, ну, действительно, жестких ограничений, да, вот с этим именно расположением. Версии файлов-то, ладно, это понятно. Они, да, должны быть одинаковыми. Но расположение, как бы, я не знаю, суть-то от этого не меняется, по сути. Все же одинаковое и так. И почему как-то накладывается на вот это все такое жесткое ограничение, если честно, я не знаю. Но, в любом случае, ребята, я буду рад видеть ваше лобби в конвойном режиме. Именно вот с такой моей сборкой, русской сборкой. Ну, в принципе, можете любые грузовики туда еще потом сверху добавлять. Но вот именно карта, мне как кажется, это самый сейчас, ребята, у нас оптимальный вариант. С наилучшими пожеланиями, друзья, хороших вам покатушек. Пока-пока и увидимся на дорогах России.